Их лица скрыты от общественности. Их нельзя показывать по телевизору, их работу освещают только сухими цифрами. В форме сотрудников полиции их редко встретишь. Чаще работают в гражданской. И работают успешно. Только за первые полгода сотрудники уголовного розыска раскрыли больше 185 тысяч преступлений по всей России. Здесь и убийства, грабежи, изнасилования, разбойные нападения, список внушительный. Каждый оперативник работает по своему направлению. Антон в сфере общеуголовной направленности, в том числе по мошенникам. Пойти в полицию – это пример старшего брата, который также работал. А в уголовный розыск пойти по данному направлению работать – ну, скорее всего, понимание о том, что эта работа общественно полезная, нужная людям. Ведь кто-то должен бороться с преступностью. Почему бы не я? Телефонные звонки от якобы службы безопасности банка, родственники, попавшие в беду, гадалки – все эти схемы он знает, наверное, уже на зубок. Работает Антон в уголовном розыске два года. В 20-м закончил специализированный вуз. За это время раскрытых дел хватает, говорит он, даже не пробовал считать. Часть из них раскрывают буквально за сутки, что называется, по горячим следам. Над другими приходится поработать подольше. Те же сотрудники безопасности банка звонят обычно из других стран, в основном из Восточной Европы. Поэтому установить их местонахождение не так и просто. А как это делается, Антон рассказывать не стал. Все тонкости работы скрыты под четкой формулировкой – оперативно-розыскная работа. А еще сотрудники обмениваются опытом с ветеранами службы. Один из советов – нет ненужной информации. Информация, она может в данный момент быть не актуальна, а через полгода быть актуальна и пригодится в раскрытии преступления или в установлении лица. Соответственно, нужно каждый день, каждую информацию анализировать, прогонять через себя, ну и где-то записывать. Председатель организации ветеранов Евгений Кудряшов рассказал, что встречи такие происходят регулярно. Сам мужчина успел послужить и участковым, и оперативникам, и старшим оперативникам. На боевой пост он заступил в 24 еще при Советском Союзе. Но уже спустя полтора года молодого участкового переманили к себе оперативники. Крещение получилось с места в карьер – поножовщина, прямо у круглосуточного магазина. Это же все нельзя рассказать, как ходишь там по подъездам, по подвалам, по людям, спрашиваешь, а потом кто-то говорит. А я видел, кого? Вот такого, такого. И начинаешь, а кто это такой у нас в этом районе? Да вот тут, тут, тут. И потихонечку выходишь, 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 опа. И выходишь на человека, который порезал и бросил нож на крышу магазина. Спокойных дней не было. Каждое утро новый ворох обращений от местных жителей, да и машин служебных у оперативников в то время не было. Ходили пешком. Много беседовали с людьми и порой даже советовались. В общем, были поистине народной милицией. Каждое преступление, раскрытое тем более, это как бы, я не скажу, что это праздник, понимаете, но это удовлетворение своей работы. И все преступления, какие бы они ни были, мелкие, незначительные, значительные, они все для сыщика являются как бы, он через сердце пропускает это, через себя просто, нужно раскрывать было. Так что все значительно было, все. На вопрос, что обычно желают сотрудникам уголовного розыска в их профессиональный праздник, Евгений Кудряшов ответил, крепкого тыла, чтобы дома в семье все было хорошо. К этому пожеланию наша съемочная группа также присоединяется. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».